добрый день уважаемые трейдеры вас приветствует компания winoption signals и сегодня у нас на рассмотрении грааль для бинарных опционов индикатор sss option индикатор sss option основан на математических ожиданиях он анализирует закономерности и ищет повторяющиеся циклы тем самым добавляя себя в список предсказывающих индикаторов в данном видео мы не будем рассматривать правила индикатора и то как он работает об этом можно узнать как из данной статьи так и по видео ссылка на которая находится в правом верхнем углу а ссылку на статью можно будет найти в описании под видео возвращаясь к индикатору сегодня мы попробуем поторговать по его сигналам на платформе брокера pocket option при помощи отложенных ордеров для этого переходим в терминал metatrader 4 где уже запущен наш индикатор из всех сигналов на данной панели мы выберем 5 самой долгой серии после чего откроем отложенные ордера по времени чтобы использовать отложенные ордера у брокера pocket option для этого необходимо перейти в торговую платформу после чего в правом боковом меню выбрать пункт отложенные ордера на открывшейся панели первыми будут выбраны сразу нужные нам ордера то есть ко времени отложенные ордера по цене актива использовать в данном случае не получится так как индикатор sss option рассчитан на время а не на цену и так давайте создадим первый наш отложенный ордер у нас указан 30 минутный таймфрейм и возьмем для первого ордера валютную пару австралийский доллар чешский франк возвращаемся на платформу и находим данную валютную пару из списка можно сделать это путем поиска далее обратите особое внимание на то что брокера pocket option может быть разница во времени с вашим терминалом metatrader 4 если такая разница есть то очень важно указать правильное время при выставлении ордера в нашем случае наблюдается разница во времени в 1 час то есть платформа брокера pocket option на час позади а это значит что от каждого сигнала который мы будем выбирать необходимо отнимать 1 час и в данном случае наш сигнал поставлен на 9 часов утра поэтому на платформе брокера в ордере мы выставляем не 9 часов утра а 8 часов утра и таким образом наш сигнал будет исполнен в нужное время и так возвращаемся к дате и ко времени указываем следующий день так как 9 утра уже прошло и далее выставляем 8 часов утра сумму для сделки мы укажем 50 долларов таймфрейм выбираем m30 как и сигналы выплату оставляем 85 процентов и покупаем опцион put так как сигнал у нас на серию из растущих свечей оставшиеся 4 ордера выставляются точно таким же образом и мы обязательно учитываем разницу во времени также везде выставляем период m30 который будет экспирации дату для сигналов мы везде выставляем на следующий день но если позволяет время сигнала то можно выставить его и на текущий день процент выплат мы везде оставляем 85 процентов но обратите внимание что его можно поменять и выставить на ваше усмотрение то же самое делается и сумма сделки и в нашем случае это 50 долларов но вы можете выбирать абсолютно любую для вас сумму по итогу у нас получилось 5 отложенных ордеров и найти все открытые ордера можно во вкладке активные и теперь остается дождаться следующего дня чтобы посмотреть какие результаты принесут данные сигналы по итогу из 5 сигналов у нас получилось 3 прибыльных сделки 1 убыточная сделка и 1 сделка закрылась в ноль и это принесло нам 82 доллара чистой прибыли сделки которые закрылись плюс не требует особого объяснения а вот минусовую сделку и сделку которая закрылась по безубытку давайте рассмотрим более подробно для этого переходим на график чешский франк и японская йена и эта сделка которая закрылась по убытку и далее находим нужное нам время мы выставляли отложенный ордер в данную дату в 18.00 в данном случае мы покупали опцион пут и обратите внимание что открылась котировка по 537 а закрылась по 538 а это значит то что нам не хватило всего лишь одного пипса для того чтобы выйти в ноль и двух пипсов для того чтобы выйти в плюс следующей валютной парой который мы рассмотрим будет австралийский доллар чешский франк и в данном случае мы покупали опцион кол в 8 часов утра и как можно видеть открытие котировки было по 282 и закрытие также было по 282 и по итогу сделка закрылась в ноль и теперь очень важно обратить внимание на два момента первое это процент прибыльности который выставляется в отложенном ордере и обратите внимание что везде мы выставляли 85 процентов но при этом в данном случае у нас сделка была совершена с прибыльностью 88 процентов и это стоит учитывать в момент размещения ордера так как вы можете просто не попасть на нужный вам процент и для примера если в ордере вы выставляете 85 процентов а на момент совершения сделки брокер дает всего лишь 80 процентов то сделка будет отменена и второй важный момент касается индикатора sss option данные две сделки которые не принесли нам прибыль необходимо совершать по новой но теперь уже с использованием мартингейла и применяя мартингейл до третьего колена вы в большинстве случаев будете получать прибыль если бы мы выставляли ордера далее то мы бы взяли два этих сигнала и выставляли ордеры уже не на 50 долларов а на 100 долларов и как минимум один из ордеров точно принес бы нам прибыль в заключении хочется сказать что данный индикатор хоть и генерирует прибыльные и точные сигналы его все равно при этом стоит протестировать на демо счету а также никогда не стоит забывать про правила money management и risk management а значит в одной сделке нельзя рисковать более чем пятью процентами от вашего депозита если данное видео было для вас полезным то не забудьте поставить лайк а также подписаться на канал и нажмите на колокольчик установив в настройках уведомления на все видео чтобы не пропустить обсуждение самых интересных тем с нашего сайта желаем удачной торговли